Все 90 лет существования Коррекского округа большевики лгали и лгут. Сегодня лишь об одном аспекте этой лжи. 90 лет назад, в 10 день декабря 30-го года 20-го века, постановлением Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, так называемого ВЦИКа, был образован Коррекский национальный округ в ряде других округов. Кстати, замечу, что в составе Камчатской области тогда находилось целых два национальных округа. Коррекской и Чукотской. Но о Чукотском мы говорить сегодня не будем вообще, несмотря на то, что до 56-го года прошлого века он находился в составе Камчатской области. Сегодня мы поговорим о Корреке в день рождения. Собственно говоря, все хорошие слова, которые можно сказать о Коррекской земле, скажут другие. А я лишь скажу о другом, потому как бочка меда, казенная бочка меда, невозможна без огромной ложки дегтя, которую я сейчас и волью в официальную историю Коррекского округа. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. Большевистская пропаганда просто-напросто врала людям, рассказывая о гонениях и лишениях, которым коряки и другие туземцы Коррекской земли подвергались при царских правительствах. Сегодня я расскажу лишь об одном аспекте большевистской пропаганды, о лжи, касаемо отсутствия образования на Коррекской земле до большевистского переворота. Накануне 90-летия Коррекского округа я покопался в старых газетах большевистского периода. В декабрьских номерах разных газет, в которых рассказывалось о днях рождения этого самого округа. Итак, сегодняшняя тема моих антибольшевистских и антисоветских изысканий – это большевистская ложь, касаемо развития образования на Коррекской земле. Итак, мы заглядываем в подшивку главной газеты Камчатки, Камчатской правды, в номер от 10 декабря 1940 года и читаем там статью Владимира Соловьева «Цифры роста». В этой статье сказано. Я буду читать заглядывающие в макбук. По переписи 1897 года на территории теперешнего Коррекского национального округа грамотных было 125 человек. Из них только два ламута, четыре коряка. Из женщин-корящих грамотная была только одна. То есть получается, что шесть грамотных туземцев на территории всего округа. Запоминаем эту цифру. Шесть. В том числе одна женщина. Тот же самый номер газеты. В 10 день декабря 1940 года века минувшего. Статья председателя Коррекского окружного исполнительного комитета, депутата Верховного совета СССР Макара Обухова. Статья «Большие перемены». В этой статье Обухов писал. До революции коряки были почти поголовно неграмотными. Имелось всего 8 миссионерских школ с 203 учащимися. Большей частью детьми русских чиновников, купцов и казаков. Итак, 125 или 203. Большевистские пропагандоны даже не задумывались о том, что нужно каким-то образом свою ложь согласовывать. Один лгал одно, другой лгал другое. Впрочем, от любого члена ВКПБ, от любого члена КПСС, ничего кроме лжи ждать нельзя. Но это было бы еще только полдень. Движемся дальше. На пять лет дальше, 45-й год, 15-летие Корекского округа. Газета «Корекский большевик» 15 декабря 45-го года века минувшего. Безымянная статья «Славный юбилей». Там читаем фразу «В старое время коренное население было сплошь неграмотным». Тот же самый номер газеты, статья секретаря Корекского окружкома ВКПБ Сташкова «К новым успехам». По переписи 1897 года на территории округа не было грамотных людей среди коренного населения. Партия и правительство дали корекскому народу свою письменность. Рад я, что дожил до этого времени. Хорошо, движемся дальше, еще на пять лет вперед. Газета «За новую жизнь», выходившая в Тегеле. 50-й год века минувшего, 10-й день декабря. Безымянная статья «Славное 20-летие». Благодаря победе Великой Октябрьской социалистической революции при помощи русского народа под руководством партии Ленина Сталина Корекской национальный округ достиг огромных успехов. Навсегда покончено с нищетой, бескультурьем и невежеством. Это и когда-то одной из самых отсталых окраин царской России. До Великой Октябрьской социалистической революции в районе было всего три начальных школы и три учителя. Зато в нем было три церкви, десять часовен, три попа и пять псаломщиков. Заметьте, здесь речь идет об одном Тегильском районе. То есть три начальных школы и три учителя. И при этом, если верить, предыдущей статье грамотных людей не было. Тот же самый пятидесятый год века минувшего. Десятого декабря. Газета «Камчатская правда». Статья «Славное двадцатилетие». Я оттуда процитирую одну фразу, не совсем имеющую отношение, конечно, к теме образования, но фраза примечательна. До Октябрьской революции народы Чукотки и Коррекского округа были обречены на голод и вымирание. И тот же самый номер «Камчатской правды», вышедший в десятый день декабря пятидесятого года века минувшего. Статья секретаря Коррекского окружкома ВКПБ Георгия Бекерева с братской помощью русского народа. Как известно, до Октября Камчатка была особенно отсталой окраиной царской империи. Народности полуострова подвергались жестокой эксплуатации царских чиновников, американских и японских империалистов и местного кулачества. Намыланы и Эвены, и Тельмены и Чукчи влачили жалкое существование Качуя по северным тундрам. Они не имели своей письменности. 95% населения было неграмотным. Но опять попробуем посчитать. Если все были неграмотны, то 95% были неграмотны и 5% были грамотны, значит 0% туземцев был грамотным. Красиво, эстетично. Чтобы вам не было скучно, давайте посмотрим, как в Карякском округе, в национальном селе Тымлоте, карякская семья, карякский род празднует зимний праздник Халало. Это непоказные казенные пляски, организованные властью свыше, которые мы видим каждый ноябрь на берегу Култушного озера в Петропавловске. Это настоящий семейный праздник. Несколько лет назад я побывал в Тымлоте и там снял это. Итак, смотрите, пляски во время карякского праздника Халало. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Как это парадоксально не звучит, но в середине 18 века в отношении сети школ Камчатка выглядела самым культурным, самым образованным уголком Российской империи. Так, в 1746 году была открыта школа в Шемякинском остроге, в 1748 году в Тигильской крепости, Ичинском остроге и в порту Петра и Павла. В последующие годы были открыты школы в Острогах, Ключевском, Мангурском, Харюзовском, Паратуновском, Еловском, Камаковском, Каменном, Горбунском, Харчинском, на Курильских островах и других местах. Всего было открыто на Камчатке 20 школ. В числе учеников были дети служилого населения Камчатки, а также и дети итальменов. Последние составляли большинство, а в некоторых школах учились только итальмены. Я думаю, что ученому мужу Базанову можно верить больше, чем большевистским лжецам. Кстати, обратите внимание, сейчас появится картинка, согласно этой картинке, что только в одном Каменском острожке, в школе Каменского острожка, из девяти учеников, минимум двое, если судить по фамилиям, были коряками. Коряками. Антон и Петр Чичулины. Эта статья была опубликована в журнале «Советская Север». Издательство «Главсевморпучи», 1939 год, второй номер. Продолжая увлекательную тему большевистской лыжи в части народного образования на корякской земле, я беру в руки вот такую вот книгу «Корякский округ. Даты, факты, события». Эта книга вышла в свет только что в издательстве «Камчат Пресс». И это уже второе издание этой книги, исправленное и дополненное, приуроченное к девяностолетию Корякского округа. И немного почитаю из этой книги. Эта книга – просто хроника. В ней почти нет оценок, но этим она и ценна. Итак, 1745 год, осень. Архимандрит Иосаф Хатунцевский, совершив поездку до Тель-Гиль-реки и убедившись, что принявшие христианство коряки и тельмены не имеют никакого представления о православной вере, приходит к выводу о необходимости обучению их русскому языку и разрабатывает инструкцию по обучению русской речи отроков, взрослых коряков и тельменов, маршруты передбежных школ. Кстати, каждая информация в этой книге имеет, каждый пункт информации имеет отсылку к первоисточнику. В данном случае здесь сделана ссылка на работу Севельгаева «Очерки по истории просвещения малых народов Дальнего Востока», на, в частности, на статью «История народного образования в округе». Это точно. 1747 год. Октябрь. На реках Ича и Тегиль построены молитвенные дома. Из нижней Камчатской школы в Тегиль направлен Иван Чудинов, в обязанность которого входило обучать детей грамоте взрослых молитвам. 1760 год. Открыта школа в Сапашновском островке. 1764 год. 15 января. Указом Сената ученикам-камчедалам было назначено казенное довольствие. Тот же самый день. Вновь назначенный командир Камчатки Карл фон Беом получил от Екатерины Второй инструкцию, в которой говорилось «Кроме того, обучать камчедальских детей, выдав довольствие на основе указа». 1770 год. На Камчатке действовали Утхалокская, Хайрюзовская школы. 1773-74 учебный год. В Тегильской школе определен контингент учащихся в 30 человек, получавших довольствие, предусмотренное положением о гарнизонных школах, а также рыбу от общества. К сожалению, в 1783 году, из-за проблем с финансированием и из-за разлада между духовными и светскими властями, ряд камчедских школ закрылся, но потом они опять открывались. Переходим в XIX век. Кстати, интересный факт, что в 1818 году в Тегиле была устроена больница на 30 коек. 1842 год, 12 день января. Камчатской архиерея Иннокентия Вениамина в Тегильской Христорождественской церкви произвел первое рукоположение священника. Им был выпускник Камчатского духовного училища Алексей Логинов. Это, кстати, имеет непосредственное отношение к образованию, потому как в училище священника Камчадала Логинова обучили различным наукам. 1863 год. Священник Моисей Коллегов, собрав пять учащихся, открыл школу в своем доме при Дранкинской церкви. Занятия вел дьячок Кузьма Трапезников. 1892 год. В перечне школ Петропавловского округа встречается школа в селении Поланском, в которой обучались восемь мальчиков. Век двадцатый. 1902 год. В селе Хайрюзово на средства местного населения была выстроена школа. Первым учителем стал итальмен-самоучка Александр Максимович Данилов, который выучился грамоте по церковно-славянской азбуке. 1905 год. В селении Теличики открыта церковно-приходская школа, единственная на территории расселение коряков-алютарцев. 1912 год. В бухте Барона Корфа, в селении Алюторских коряков-Теличики, построенная священа церковь воемосвятителя Иоасафа Белгородского, монах Нестор Анисимов, перевез сюда из Владивостока здание школы, приют для детей кочующих туземцев, лещебницу-амбулаторию. Село стали называть Иоасафовской, и в том же самом 12-м году в селении Ука была открыта школа. 1913 год. 15 сентября. Открыта школа в селении Лесная Тигильского района. Заведующим был священник Николай Степанович Кавиргопольцев. В классе насчитывалось 13 учащихся. В 19-м году при школе открылась библиотека с фондом из 110 книг. 16-й год века минувшего открыта церковная приходская школа в Старой Караге. Но теперь мы затронем и несколько лет после большевистского переворота, потому как до 1922 года на Камчатке большевистской власти не было, а советская власть была в руках Советов, в которых обычно большинство состояло вовсе не из коммунистов. Ну и мы все знаем, что в 1919 году Камчатка вошла в состав Дальневосточной республики, и лишь позже рано в составе всей республики перешла в состав РСФСР. Да, это правда, это правда. 18-й год. В селении Тигиль открыто высшее начальное училище при действующей двуклассной школе. В училище организовано ремесленное отделение по обучению рыбоконцерному и икроперерабатывающему делу. 19-й год. Открыта Укинская начальная школа. Обратите внимание, что как раз Дальневосточная республика была создана в 1919 году. 21-й год. Построена Ивашкинская школа, в которой проходили вечера отдыха и занятия. Это справочное издание Корякской округ. Даты, события, факты. Только что это издание вышло в свет в издательстве Камчат-Пресс в Петропавловской Камчатской. Ну и теперь обратимся к еще одному источнику, на этот раз до большевистских времен. Просто для того, чтобы вы знали, как именно проходило образование на Камчатке. Владивостокские епархиальные ведомости. Сдвоенный 5-6 номер, вышедший 5 марта 1914 года. Читаю. В районе Петропавловского отделения совета. Мильковской двуклассной школы учитель Толятьев. Тигильской двуклассный учитель Налетов. Завойкинская учитель Порецкой. Большерецкая учитель Дивеев. Поланская учитель Савченко. Облуковинская учитель Яковлев. Нижнекамчатская учитель Киениченко. И Воровской учитель Дедков. Кстати, двуклассная школа. Это не значит, что там были только первые и вторые классы. Это значит, что по количеству учеников школа содержала два класса. И в каждом классе занимались по нескольку лет. И преподавались, кстати, в церковно-приходских школах следующие дисциплины. Церковно-славянская грамота. Закон Божий. Русский язык. Чистописание. Начальная арифметика. Отечественная история. География. Физика и геометрия. Наконец-то вы узнали правду. Справедливости ради. Замечу, что даже епархиальные ведомости отмечали. Низкий уровень преподавания физики на Камчатке. Потому что не было нужного числа учебных пособий. И местные учителя сами не очень хорошо знали физику. А теперь, как я обещал, я покажу вам книжную выставку, посвященную 90-летию Корягского округа. Смотрите. 10 декабря исполняется 90 лет Корягскому округу, который входит в состав Камчатского края. К этому событию подготовлена выставка книжно-иллюстрированная, на которой представлены книги, рассказывающие о крае, о ее людях и истории этого округа. О тех замечательных людях, которые живут на севере нашего края. Празднуют ведь у нас не только северные люди, но и мы все камчатцы, потому что он объединяет и камчадалов, и камчатцев, и все, кто живет на Камчатке. Поэтому наш общий праздник. Хотелось бы обратить ваше внимание, что наша выставка, посвященная 90-летию Корягского округа, состоит из нескольких разделов. Первый такой раздел я хотела бы назвать «И к будущему выходя на встречу, я прошлое не скидываю с плеч», говорил Михаил Светлук. И книги как раз этому подтверждение, потому что здесь представлены не только книги, рассказывающие о народах, проживающих в Корягском округе, но и исторические, причем они уже становятся редкостью. Например, книга Горьевича Кузакова, которая называется «Корягский национальный округ». Ну, такую книжку вряд ли вы можете найти где-то в друге, «Библиотека города». Она издана у нас в 1960 году. Почерки географии, истории, этнографии, экономики Корягского округа. Интересна будет книга. Эти книги, я хочу сказать, что, конечно, можно взять в краевой библиотеке. В основном они в режиме читального зала, но можно из нескольких экземпляров, то можно взять и на дом. Но это уже редкость. Сергей в Карягский национальный округ. Эта книга издана в 1934 году. И она уже действительно является редкостью. Интересны книги для тех, кто живет на севере, интересуется жизнью оленеводов северных, оленеводцев Карягского национального округа, автора Багаева. В этом году мы отмечаем не только 90 лет Карягскому округу, но и весь год у нас идет под знаком 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И в связи с этим мы целый раздел посвятили этой дате и книгам, которые раскрывают Карягский округ, труд Карягского округа, помощь Карягского округа в годы Великой Отечественной войны. Я хотела бы познакомить вас с книгой, которая вышла в 2018 году. Она называется «Голоса и вики нашей победы». Это серия, известная наверное камчатцам, из фондов музея называется. И составлена она из материалов, входящих в такой военный музейный архивный фонд. Очень добротное и хорошее издание. И в этой книге представлены люди, именно работающие, уходившие на фронт именно с севера нашего края, тогдашней Камчатской области. Поэтому я думаю, на нее стоит обратить внимание. Голоса и лики нашей победы. Еще одна новинка, которая приурочена к этой дате, к 75-летию и 90-летию округа, которая называется «Трудовой подвиг жители Корягского округа в годы Великой Отечественной войны». То есть здесь представлены списки всех подробных списков тружеников тыла, причем разных отраслей, все, кто участвовал, кто помогал фронту, это и охотники, и оленеводы, и просто жители, которые жили одежду, и дети, которые помогали фронту. То есть все то, чем они могли помочь в Великой Победе. Книга вышла буквально, у нас была презентация ее, и она достойно украшает эту дату. В этом разделе, который я называла «Духовный мир Севера», мы показываем книги, которые раскрывают именно духовный мир людей, проживающих в таких суровых, наверное, климатических условиях. Это и книги о представителях культуры, и искусства, это и художники, и знаменитый ансамбль Менга, и другие ансамбли, и литературы, представители корягской литературы, и тельменской, и чукчанской, и так далее. Книги, которые показывают нам духовный мир этих людей, людей Севера, которые несут тепло, доброту, красоту. Вместе с вами, полюбовавшись книжной выставкой, посвященной 90-летию Корягского округа, я еще раз напомню вам, не верьте большевистской пропаганде. До большевистского переворота, до прихода коммунистической власти на Камчатку. Образование в корягской среде имело место быть. Белые люди заботились о том, чтобы дать туземцам образование. И, конечно, хоть это и не тема сегодняшней моей болтовлогии, скажу лишь, что, ежели бы не большевистский переворот развития Камчатки и России в целом, прошло бы совсем по-другому сценарию. Это была бы мирная эволюция. Но все же это тема другого разговора. Да, большевистский переворот намного отодвинул развитие страны. И Корягского округа, нынешнего Корягского округа, в том числе, теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня что-то об истории Камчатки. Ежели вы Абрамы родства непомнящие, ставьте дизлайки и бегите кланяться к мавзолею своему лысому идолу. Или отправляйтесь к университету имени Беринга к статуе к статуе картавого педофила. Пожалуйста, пишите под роликом ваши комментарии, вот там, вон, внизу. Мне всегда интересно знать, что вы думаете, глядячи мои видеодневнички. Задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Ежели же вы на моем канале впервые, ежели вам не стало скучно сразу и вы хотите возвращаться сюда вновь, 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 то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации, которой вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой и в ней появились два сакральных слова вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы, аплодирую вам, теперь вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. До свидания. Редактор субтитров